А моя прогулка по Москве продолжится с Маргаритой Бауэр. Девушка сама себя называет русской немкой. Говорит, знает все о немецкой Москве. У меня дедушка немец, и со времен Екатерина II, еще с 18 века, он проживал, на моей предке проживали в России. И до сих пор, и по сей день не проживают. И поэтому, да, я отношу себя к российским немцам. Вся хотя бы на четверть немецкая Москва собирается в столице на культурные мероприятия. В Берлин мекка современных художников, музыкантов. В педантичной Германии для творчества границ нет. Сегодня в немецкой культурной программе экспериментальный джаз. Насладимся перформансом. Смычком на электрогитаре, как пенопластом по стеклу и ножом по сердцу. Рита, а может Бах, Бетховен? Фрау Бауэр от традиционной музыки не отказывается. Слушать орган ходит в собор святых Павла и Петра. Это один из старейших лютеранских приходов в России. В советские годы здесь был кинотеатр. Портал при входе, цветные витражи внутри, деревянные скамьи рядами. И вот мы с Ритой уже не в Москве, а в Бремене. Я влюбилась в это место года два назад, когда я попала на службу. И как раз-таки 24 декабря, в святую ночь, перед Рождеством, здесь проходит богослужение, и все стоят с свечами. Вот оттуда хор исполняет вот эту песню «Штиленахт хайлегенахт». И когда я здесь оказалась, я подумала, боже мой, как я хочу петь в этом хоре. И я действительно спела в прошлом году на Рождество эту песню. И я, конечно, несказанно была счастлива. Маргарита в любом московском дворе умудряется найти что-то родное, немецкое. Оказывается, в 20 минутах ходьбы от собора есть еще одно, знаковое для немцев место – памятник доктору Газу. Большую часть жизни доктор Газ прожил в России. И сейчас соотечественники называют его российским немцем. Очень такая культовая фигура для немцев и для российских немцев. Он помогал, лечил, помогал бедным, детям, помогал арестантам и строил много школ для детей-арестантов, строил много приютов как раз-таки для бедных людей. И его девиз в жизни – это спешите делать добро. Получается, что здесь, в этом одном районе, очень много всего знакового немецкого на метр квадратный, правильно? Когда мы ходим по Москве, куда ни глянь, это все, очень много всего немецкого. Дома, которые строили архитекторы немецкие, которые именно приглашенные, потом, может быть, они оставались и служили дальше России. Поэтому, если покопаться в истории, можно найти очень много всего немецкого. Продолжение следует...